На прошлой неделе в избирательную комиссию города поступили многочисленные заявления от жителей и организаций из всех четырех районов курорта о размещении агитационных материалов кандидата Игоря Васильева. Жалобы касались несогласованной расклейки листовок на дорожных знаках, информационных и рекламных стендах, а также в подъездах жилых домов. В результате, по мнению заявителей, был нанесен ущерб их имуществу. В ходе заседания избирательной комиссии этот вопрос был подробно рассмотрен. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, но на первый раз комиссия ограничилась предупреждением. Решением избирательной комиссии муниципального образования вынесено предупреждение зарегистрированному кандидату на должность главы муниципального образования города Курот-Сочи Васильеву Игорю Васильевичу, выразившееся нарушение при размещении предвыборных агитационных материалов на объектах без согласия собственников этих объектов. Еще одним вопросом стало создание рабочей группы по контролю за ходом проведения досрочного голосования. И сегодня в Центральном районе прошел второй по счету семинар совещаний председателей и секретарей участковых избирательных комиссий и выдача бюллетеней для голосования. Всего в рамках проведения выборов главы города их запланировано отпечатать 300 тысяч. В настоящий момент поступило в город Сочи 36 тысяч, 20 тысяч для голосования стандартного, скажем так, и 16 тысяч для голосования на тех участках, которые оборудованы КАИБами, то есть комплексами обработки избирательных бюллетеней, то есть автоматизированных участков. В этом году действуют новые правила, по которым досрочное голосование при наличии уважительной причины возможно только на избирательном участке по месту постоянной регистрации. Сделать свой выбор сочинцы смогут с 3 сентября на всех избирательных участках, в будни с 16 до 20 часов, а в выходные с 10 до 14 часов. А накануне выборов 13 сентября досрочно проголосовать за будущего мэра избиратели смогут с 12 до 16 часов.